Итоги уходящего вторника Новый год – это в первую очередь праздник для детей Коттеж на Комсомольской пополнился новыми презентами Какими? Будьте здоровы! Дед Мороз и Снегурочка навестили маленьких пациентов в детской больнице С Новым годом! С новым счастьем! Поздравляю вас, друзья! Сколько сейчас лечится чат? А также большая подготовка, начало вакцинации и осторожно скользко Синоптики прогнозируют на среду дождь и гололед. Чего еще ожидать? До Нового года остается всего два дня Отдаю взрослых волшебников все меньше времени, чтобы порадовать ребят А сделать нужно еще немало Ведь каждый маленький горожанин ждет внимания, заботы, подарков и, конечно, новогоднего чуда Для нескольких сотен маленьких бобручан одно чудо свершилось уже сегодня Главное новогоднее представление на главной концертной площадке В зале главные гости Ребята, которые добились самых высоких достижений в учебе, спорте и творчестве Для тех, кто прибыл на представление за благовременно, организаторы подготовили несколько фотозон Сделать снимок для соцсетей обязательный пункт для современных детей Звонок, пора занимать места в зрительном зале Кроме билетов, обязательно и маски Ведь ситуация диктует свои правила Теперь можно начинать Сперва пролог Все-таки это главная елка города Значит, без сюрпризов никак нельзя На сцене первый заместитель председателя Бобруйского гороисполкома Игорь Кисель Сегодня он за главного волшебника Разрешите мне поздравить вас с наступающим Новым годом Пожелать вам крепкого-крепкого здоровья Отличных оценок, отметок Чтобы слушать взрослых И загадывали сказки, которые будут сбываться вам на протяжении многих-многих лет У вас там находится что-то под вашими креслами? Не слышу Не слышу А под креслами-то сладкие сюрпризы Чтоб выступление вкуснее было смотреть Ребят, которые танцевали и пели Никто без внимания тоже не оставил Каждому по подарку Вдруг на сцену елка выехала В прямом смысле этого слова На колесах А под ней бычок Символ 2021-го Плюшевый сувенир Делай праздник и настроение Давай ты еще громче Все довольны и счастливы И теперь можно представление смотреть Свет мой зеркальце В основе сюжет сказки братьев Гримм Белоснежка и Семь гномов Во время сказки ребята на месте не сидели Хлопали, топали и даже делали зарядку Полное погружение Раз представление новогоднее Сценаристы немного переписали сюжет В оригинале не было Деда Мороза со Снегурочкой В бомруйском варианте они есть Но перед тем, как главные волшебники появятся на сцене Принц в поисках Белоснежки Гномы, разбойники, король, разъяренная королева То самое злополучное отравленное яблоко, сон и волшебный поцелуй Настоящее приключение Здравствуйте Здравствуйте, ребята Здравствуйте Поздравляем вас С Новым Годом И желаем, чтобы он вам принес Только радость, удачу И ваших слов Конец представления получился Танцевальным зажигали все герои Ну а после у ребят было много эмоций И масса впечатлений Как тебе представление? Классно А что тебе больше всего понравилось? Как танцевали А подарки уже успела попробовать? Да Как тебе конфеты? Вкусно? Да В следующем году хочешь прийти тоже? Да Кто тебе больше всего понравилось? Ну может кто-то из главных героев? Белоснежка и принц А конфеты успела попробовать? Нет, конфеты я не ела Как вам представление новогоднее? Очень понравилось Очень понравилось А кто из героев больше всего понравился? Разбойники Разбойники Конфеты успели уже попробовать? Нет Ну как, вкусно? Да Спасибо большое за подарок Мне понравилось Особенно понравился разбойник с дредами Конфеты успел уже попробовать? Это не то слово. Но как конфеты? Вкусные. И главное, что много. Как вам представление, понравилось? Да. А кто больше всего из героев понравился? Все. Особенно Белоснежка. Конфеты успели попробовать? Нет. А думаете, вкусные они? Да. В следующем году придете на такое представление? Да. И это еще далеко не конец доброй новогодней истории. Акция «Наши дети» продлится до 10 января. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Акция «Наши дети» колесит по всем уголкам синевкой. Конфеты, имбирное печенье и предновогоднее настроение. Бобруйский детский дом тоже не остался без внимания. Его посетили почетные гости. В веку родилась елочка, в лесу она росла. Детский дом, принимая друзей, в гости к малышам пришли самые близкие и уже родные люди. Нет, это ни мама и ни папа. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия, военная милиция и представители городских предприятий. Для них делать хоть немного счастливее оставленных малышей стало уже доброй традицией. Мы стараемся всегда опекать этот детский дом и оказывать и материальную, и нематериальную поддержку этим деткам. И хочется, конечно, пожелать, чтобы в следующем году они на самом деле обрели свои семьи. От чистого сердца мы этого, конечно, желаем. Ну и спасибо им огромное за ту сказку, которую они сегодня показали нам. Они очень серьезно готовились. Вот. И они нас, как я сказал, окунули в детство. И мы все взрослые тоже, скажу так, ну очень хорошо воспринимали эту сказку. И, наверное, как дети аплодировали и Снегурочка, и Деду Морозу. Дети и взрослые подготовили настоящее представление. Готовились долго и упорно. В сказке про царя Гороха приняли участие все от мала до велика. Гости оценили масштаб и актерские способности после подарки. Их в этом году даже и не счесть. Так, с кого начнем? В комнаты новенькая мебель, на кухню протирочная машина, в кладовую два пылесоса. А еще все самое необходимое детскому дому, начиная от стирального порошка, заканчивая спортивным инвентарем. Наши дети всегда ждут Новый год, и не только Новый год. Все праздники мы рады, потому что для них это сказка, для них это радость. И они окунаются не только сами, но и дарят нам этот праздник. Это тепло, это радость, это радость детства, это вкус детства. Поэтому мы всегда рады нашим гостям. Сейчас в Абрусском детском доме воспитываются 44 ребенка. Все они по-прежнему верят в сказку и ждут исполнения своей самой заветной мечты, которую не напишешь в письме Деду Морозу. Найти маму и папу. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. В Беларуси выздоровели выписаны 169 257 пациентов с COVID-19. Зафиксированы 190 404 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 3 937 864 исследования. Такие данные приводит Минздрав. В Беларуси началась массовая вакцинация против COVID-19. Первым спутник ВИИ ввели медикам 5-й столичной поликлиники. Добровольцами стали 20 человек, 7 сотрудники учреждения. Через 21 день они примут второй комплект препарата. Прививочная кампания, уверены специалисты, позволит в сжатые сроки побороть пандемию. На 200 тысяч пациентов, которые мы сейчас планируем первым этапом, на 200 тысяч подписаны контракты на поставку вакцины. И мы охватим спутником ВИИ вот как раз быстро, максимально данное количество наших пациентов. В дальнейшем жителей, будем считать, пока не пациентов. И дай бог они пациентами не останут. В дальнейшем я надеюсь, что мы закроем наши потребности и примем поставки, и прежде всего еще раз локализации вакцины в нашей стране. В стране, как сообщается, создана система хранения вакцины, которая позволяет соблюдать холодовую цепь. Также закуплено специальное медицинское морозильное оборудование для транспортировки вакцины. Пожилым людям следует воздержаться от приема гостей на праздники. Такая информация размещена на сайте Минздрава. Пенсионерам рекомендуется встретить праздник с теми, с кем они и сейчас контактируют. По возможности нужно отказаться от поездок, а при передвижении на большие расстояния использовать личный транспорт. Ношение защитной маски и социальной дистанции остаются неизменными правилами безопасности. Конечно же, праздники нам хочется отмечать, и это не значит, что из-за пандемии COVID-19 мы должны вовсе отменить праздники, но лучше всего это сделать в кругу своей семьи, может быть, даже где-то на свежем воздухе, на даче. Постарайтесь ограничить свои контакты в предновогодние дни максимально. Лучше не посещать мероприятия, которые будут проходить в закрытых помещениях, воздержаться от посещения корпоративов. Лучше не посещать крупные торговые центры и транспорт в часы пик, потому что все-таки эти многократные контакты, они повышают риск инфицирования коронавирусной инфекцией. Мы рекомендуем использовать социальное дистанцирование и при общении с родными, близкими, сохранять дистанцию в 1,5-2 метра, использовать маску и также пользоваться маской при посещении магазинов либо мест, где возможно инфицирование. Не стоит многократно посещать родственников, знакомых, а если все-таки хочется сделать подарки своим близким, то лучше встретиться где-то на улице и пообщаться, и при этом использовать маску и социальную дистанцию. Масштабная подготовка на луг для IT-компании «Новогодняя ель». Лесхозы страны продали 83 тысячу праздничных деревьев, что пользуется спросом. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Началась активная подготовка к Всебелорусскому народному собранию. Александр Лукашенко назвал съезд важнейшим событием в жизни страны не только будущего года, но и за всю историю. Собрание определит, в каком направлении будет развиваться Беларусь в ближайшие пять лет. С сегодняшнего дня уже началось избрание делегатов. Сроки выдвижения кандидатов по 6 января. Президент подчеркнул, что это должны быть люди, представляющие все слои населения. Все Белорусское народное собрание, напомним, планируют провести 11-12 февраля. Белорусы за неделю купили более 83 тысяч новогодних деревьев. Об этом сообщили в Минлесхозе. При этом наибольший спрос прогнозируется на ближайшие дни. Как отметили ведомства, популярны среди покупателей не только срубленные ели, но и новогодние букеты и деревья в катках. Специалисты предлагают сохранить их до весны и высадить на недели леса. Минфин оценивает эффект от временного повышения подоходного налога для IT в 170 миллионов рублей. Средства планируется направить на борьбу с коронавирусом. Министр финансов обратил внимание на то, что большинство IT-компаний находятся в Минске и платят налоги в столичный бюджет. Также основная нагрузка в плане борьбы с ковидом тоже ложится на Минск. Со следующего года перечень социально значимых товаров будет расширен до 72 позиций. Инфляция по ним по итогам года должна быть не выше 4,9%. Министерство антимонопольного регулирования и торговли вводит постоянный контроль за изменением стоимости продуктов, которые чаще всего оказываются в корзине. В преддверии нового года март также мониторит стоимость товаров для праздничного стола. Дожди, туман и гололед ожидаются в Беларуси 30 декабря. Среду будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки. Днем во многих районах ожидаются дожди на отдельных участках дорог гололезится. Ветер прогнозируется южный и юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью порывы достигнут 14. Температура воздуха в темное время суток будет колебаться от минус 1 до плюс 4. В дневные часы ожидается плюс 1-7 градусов. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь на решение наболевшей проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруськ 360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Праздник в каждый дом на одну счастливую семью в городе стало больше. На Комсомольской принимали гостей и поздравления с Новым годом. Понедельник, день тяжелый, скажут многие. Кроме карахановых, петрушку. Последняя неделя 2020-го в этой семье началась как нельзя лучше. Встречали долгожданных гостей. Глава депутатского корпуса и администрации Ленинского района. Рядом и Дед Мороз со Снегурочкой. Сразу с порога юные таланты атаковали стихами и решили. Не откладывая долгий ящик, устроить хоровод. С козырей пошли. Гости пожаловали не с пустыми руками. Сладкие подарки от Могилевской областной ассоциации местных советов депутатов, набор постельных принадлежностей. От семьи сувениры, сделанные своими руками. Новый год это в первую очередь праздник для детей. Потому что ожидание чуда, ожидание новых каких-то событий, это в первую очередь касается детей. А мы взрослые люди, независимо от того, какого мы ранга, должности, безусловно, должны этот подарок сделать для детей. Поэтому основная задача самой акции состоит именно в том, чтобы поздравить детей с Новым годом. Ну, а с учетом того, что мы находимся сегодня в семейном детском доме, это, безусловно, эти дети, которые, ну, скажем так, не имеют родителей, имеют воспитателя, который занимается их. Они особенно нуждаются в теплоте и внимании. Поэтому основная цель и задача вот как депутатского корпуса, так и всех, в принципе, взрослых людей – это поздравить детей с Новым годом. После гостей хозяева переместились в гостиную, за чаем обсудили насущные проблемы. Мама рассказала про каждого своего ребенка, кто чем занимается и про успехи в школе. Сейчас в семье семь детей, поэтому поддержка от властей необходима всегда. Не столько даже важны вот эти подарки, которые дарят, сколько внимания. То есть это время, когда ты чувствуешь, что ты не один. Что есть поддержка, что есть люди, которые готовы помочь, которые готовы, ну, просто поддержать добрым словом. Это всегда очень важно. Иногда любое слово доброе важнее каких-то там материальных или физических поддержек, помощи. В доме по признанию гостей царит любовь и уют. Стоит напомнить, новоселье здесь отметили 3 июля этого года. У большой и дружной семьи появились просторные апартаменты на Комсомольской. Максим Кеммель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Акция «Чудеса на Рождество» продолжает радовать маленьких бобручан. На этот раз праздник постучался в двери детской больницы. У входа детской больницы припарковались светящиеся сани. В гости к маленьким пациентам приехали Дед Мороз и Снегурочка. С собой сказочные персонажи, как всегда, привезли подарки и праздничное настроение. Оно малышам сейчас, как никогда, кстати. С новым годом, с новым счастьем, поздравляю вас, друзья. Был у вас я год назад, снова рад я видеть вас. Подросли, побольше стали. А меня-то вы узнали? Да. В мешках, набитых доверху, канцелярские товары, раскраски и карандаши и, конечно же, конфеты. Но сначала стих. Паучок под лавку упал, ненароком лавку сломал. Короткую лавку садил, другую лавку купил. Молодец. Спонсорами детского праздника стали «Красный пищевик», «Славянка» и «Бобруйская организация БРСМ». Каждый пациент, а их сейчас в детской больнице около 80, не остался без внимания. Здесь, к слову, лежат малыши с разными диагнозами – от неврологии до заболеваний легочных путей. В Республиканского союза молодежи ежегодная благотворительная акция «Чудеса на Рождество». Не первый год мы уже ходим в детскую больницу города Бобруйска, поздравляем наших ребят с наступающими праздниками, с Рождеством и Новым годом. В этом Новом году детям можно пожелать здоровья, успеха, счастья и благополучия. Мы плотно работаем с БРСМ молодежи города Бобруйска, с такими организациями, как «Белая Русь». Они помогают нам проводить такие замечательные, добрые акции. Они помогают и детям, и помогают и персоналу, потому что хорошее настроение. Оно все-таки в сердцах детей зарождает надежду на быстрее, лучшее выздоровление. И это помогает нам психологически, как медицинским работникам. Помогают в работе медикам и обновленные условия после реконструкции. С тех пор детская больница отмечает главврач гораздо уютней, чище и современней. Здесь, напомним, от прежней лечебницы остались лишь фундаменты стены. Остальное, как говорится, сделано с нуля. Оснастили учреждения здравоохранения тоже по последнему слову техники. Но маленьким пациентам остается пожелать хэппи-энда в анамнезе и отметить Новый год дома вместе с родными и близкими. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!